Привет! Селезнёв Артём. Коротко о сути работы социальных сетей. Хэштеги. Зачем такие вот хэштеги? Сергей Гартингер в фейсбуке написал вопрос. Зачем такие вот хэштеги? То есть очень сильно длинные, причем не было заглавных букв. Такая получается каша очень длинная. И я коротко в комментарии объяснил, что социальная сеть это не какой-то там новостной сайт, это даже не форум, там ничего не упорядочено и все теряется в ленте под грудой все время новых и новых новостей. Но с помощью хэштегов их можно отлавливать, отыскивать. Например, если он будет постоянно писать из своей практики юридические вопросы какие-то, как он их рассматривал, как он решал их. И будет подписывать адвокат Гартингер хэштегом. И тем не менее, все время будут какие-то фотографии, какие-то мысли, даже социальная сеть. Просто что-то увидел такое из рекламы, может интересное, может где-то путешествие. Как отыскать их новое? Не будешь же все листать. Это сумасшествие просто какое-то в фейсбуке. Просто ты нажимаешь на хэштег и ты вылавливаешь все новости, которые помечены этим хэштегом. То есть, если ты хочешь найти все такие статьи, которые тебе понравились, ты нажимаешь и ты их находишь. Точно так же я уже для примера привел там еще адвокат Бадашку, тут же взял еще некого неизвестного адвоката. И адвокат Егоров, у которого есть ютуб канал, в котором он хендмейт делает разные такие великолепные самоделки. Для примера я привел уникальные хэштеги, которые могут подходить конкретному адвокату. Адвокат Гартингер, помним правило без пробелов, пишется слово. Можно заглавное использовать, чтобы немножко отделить слова, но главное без пробелов. Или же нижнее подчеркивание, которое имитирует пробел. Адвокат Бадашку. Нажимая на такой хэштег, вы по новости высматриваете или статьи, которые помечены этим хэштегом. И соответственно это уже получается уникально. Потому что здесь вы Гартингера видите, здесь Бадашка, здесь Егорова. Может быть общий хэштег, еще дополнительно к этому уникальному. Можно юридическая консультация применить. И с таким хэштегом будут естественно опять-таки выпадать статьи и новости, помеченные таким хэштегом. Но еще могут приходить люди, которые например смотрели у Бадашка и увидели юридическая консультация. Им понравилось, они решили нажать сюда, посмотреть что есть еще с таким же хэштегом. И соответственно у них уже большой получается объем статей от этих двух адвокатов. Почему только двух? Ну потому что этот неизвестный адвокат, он вообще не пользуется хэштегами. Он просто что-то там строчит простыни. Может там еще какую-то картиночку поставит. И все. Ему в принципе он считает, что ему этого достаточно. Ну хотя эти парни тоже так делают. Адвокат Егоров. Название канала в YouTube. Я не знаю какой он практикой занимается, юридической занимается ли он вообще. Потому что канал посвящен чисто самоделкам. Ну и естественно он не будет, если что-то и пишет в социальных сетях, не будет использовать такие хэштеги. Офис адвокат или юридическая консультация. Он будет, может если будет использовать то что-то связанное с рукоделанием. И какая может быть ошибка здесь еще. Это если вы все время уникализируете свои статьи. И например офис адвоката. То есть это как бы практика что происходит в офисе. Это может быть экс-клиентами. По аналогии с видео. Или юридическая консультация. Ну как бы это более обобщенно. Но если вы пишете на одну и ту же тематику. Используете разные хэштеги. Надо подсматривать друг у друга. Это плохо. Потому что не будет обмен людьми. Не будет даже целевой находиться клиент. Который мог бы почитать. Мне понравилось. Какой сложности был вопрос. Как его решили. Ну и то есть он принимает решение. Воспользоваться вашими услугами или нет. Ну иначе смысл это все строчить. И оно в социальных сетях никуда. В космос улетает. Потому что ты не можешь найти там. Что ты писал в тринадцатом году. Это очень сложно. Если ты постоянно что-то строчишь. Хэштеги это помогают отлавливать. И этим нужно пользоваться. Соответственно используйте какой-то упрощенный хэштег. Например для всех адвокатов он может подойти? Может. Офис адвоката в принципе тоже может подойти. Поэтому надо пользоваться. Если чисто что-то в кабинете там происходит. Там можно его ставить. Но по юридическим вопросам. Люди скорее всего будут так искать. Или еще можно адвокатская консультация. А вот это вот. Хэштег адвокат Гартингер. Адвокат Бадашко. Это если. Люди хотят найти конкретно вас. Или вы потом хотите себя отыскать. Чтобы не было каши. С другими статьями. Их ставьте. Можете ставить штук пять-десять. Можете поставить. И тогда будет удобно с ними пользоваться. Пришло это из Твиттера. Твиттер уже благополучно помер. Не выдержал конкуренции. Перекочевало это в остальные социальные сети. И успешно там пользуется. Даже вот недавно Ютуб внедрил. И теперь они стали нормально отображаться в Ютубе. Соответственно пользуйтесь. Может быть еще здесь какой хэштег. Давайте пофантазируем. Ничего сложного. Просто адвокат. Консультация или совет. Скорее всего для адвоката как-то уже консультация более подходит. Поэтому тоже смотрите. Совет может быть там простой. Жизненный совет. Или что покупать. Спички или зажигалку. Консультация связана с практикой. И поэтому более так. Выбирайте себе такое направление целевое. Чтобы привлекать людей. Именно привлекать людей. Ну и если вы будете просто строчить какой-то текст. В надежде что кто-то когда-то это увидит. Кликнет. Позвонит вам. Ну не знаю. Надо обладать очень большой такой личностью. Известной. Чтобы это имело какой-то вот отклик. Потому что это все теряется в ленте новостей. И нужно пользоваться еще дополнительными инструментами. Чтобы можно было как-то это все отыскать. И скорее всего что если человек читает несколько статей. Например вот этим вот хештегом помечено. В общем. Ему в ленту новостей будет попадаться еще раз такая же статья. Даже если он на вас не подписан. Это так в фейсбуке работает. Часто можно находить в ленте. Таких людей. Ну вы не знаете. Что это за чувак. Вроде интересно. Вроде как бы там по твоей тематике. Например. Дети. Кому-то нравится смотреть. Вы заходите на этот человек. А смотрите. Вы даже на него не подписаны. Не то что вы не друзья. Почему это происходит. Ну есть алгоритмы. Которые социальная сеть интересуется. Что вам интересно. Но вы не надейтесь на нее. Вы пользуетесь. Извлекайте дополнительную выгоду. Пока.